Привет всем, кто смотрит мой канал. Сегодняшний мой видеосюжет будет посвящен небольшой доработке моего последнего приобретения. Это пинпоинтера Nocta. Пинпоинтер 2015 года. Все в нем хорошо. Уже три копа я с ним отходил. Все великолепно нравится. Работаю сменные колпачки, которые позволяют защитить вот это жало от загрязнения, износа, потертостей. Все хорошо. Но, как я говорил в прошлом, в своем, в одном из виде сюжетов, где делал обзор, ну вот сделали по ней здесь вот такое ушко с дырочкой для того, чтобы прикрепить шнур непотеряйку. Но, к сожалению, этого здесь нет. И я сегодня хочу доработать немножко этот момент. Что нам для этого понадобится? Нам понадобится фен, термоусадочная трубка, вот такие вот хомуты затягивающиеся, шнур, изолента, кольцо или небольшой карабинчик и пару вот таких алюминиевых штучек для того, чтобы крепить. Так, к чему это все? То есть, вот мы из обычного шнура сейчас будем делать витой шнур. Как это делается? То есть, пока мы все это убираем в сторону, нам для этого потребуется трубка и изолента и сам, собственно говоря, шнур. То есть, оставляем небольшую часть для того, чтобы крепить прямую, делать петлю и крепим изолентой сюда вот к трубке наш провод. Фиксируем с помощью изоленты. Раз, все, готово. И начинаем накручивать провод. Вот, все, вот. Виток за витком. Накручиваем все это на нашу, вот эту трубочку. У меня под рукой оказался кусок металлопластиковой трубы. Вот, я его взял. Можно наматывать все это и на другую какую-то цилиндрической формы. Все, вот мы закончили. И также вот здесь крепим с другой стороны, точно так же фиксируем изолентой вот с этого края. Вот, точно таким же образом зафиксировали. Так, а затем мы берем фен. Вот, включаем и нагреваем наш провод до такой хорошей температуры. А затем его остыжаем. После прогрева феном 3-4 минуты, необходимое условие дать остыть этому проводу, для того, чтобы вот эти витки сохранились. Все, оставляем этот провод на охлаждении. И потом приступаем к следующему этапу изготовления шнура непотеряйки. После того, как мы дали остыть нашему проводу, снимаем изоленту, которая фиксирована на трубке, одну и вторую. И делаем петли. Так, ну вот у нас начался такой вот провод. Делаем петли с помощью вот таких вот фиксаторов алюминиевых. Можно взять просто алюминиевый провод и зафиксировать, для того, чтобы не выскочило у нас. И термоусадочная трубка у нас берется. Сейчас мы подберем нам необходимый диаметр. Посмотрим, что нам больше подходит. Скорее всего, что подойдет вот этот диаметр. То есть мы заранее протаскиваем сюда. вот таким образом. И точно так же делаем это с этой стороны. Вот. Теперь просто фиксируем, зажимаем с помощью вот этих наших алюминиевых вкладышей. и плоскогубцев. Все это дело. После того, как мы все это облекли в нашу термоусадочную трубку, мы, соответственно, ее нагреваем и фиксируем. Так, ну вот у нас первая часть готова. Теперь нам потребуется следующее на пинпойнере. Нужно будет закрепить вот наше кольцо или карабин, который у нас есть. Здесь вот где-то в этом месте. Сейчас мы определим. Для этого нам понадобится изолента для того, чтобы закрепить карабин и наш хомут, который вот мы затянем на корпусе нашего пинпойнера. Делаем несколько оборотов изолентой. затем берем наш хомут протаскиваем его через делаем петельку и фиксируем на противоположной стороне вот от кнопочек вот здесь. Делаем фиксацию. Все. Зафиксировали и обрезали. Так, в общем-то, готово наше устройство. Не потеряйте. Все. Вот с этой стороны мы пристегиваем к нашему карабинчику или кольцо, которое здесь может быть. А с обратной стороны, соответственно, вот на небольшой карабин мы все это можем повесить на наши брюки. То есть, вот такая нехитрая приспособа для нашего пинпойнера. То есть, как я говорил в обзоре о пинпойнере, вот этот чехол, ну, вызывает у меня немножко сомнение, что он будет держать пинпойнер. Хотя, вот, после трех копов лазание по горам не выпадало. Но постоянно ловился я на мысли, что я постоянно трогал с левой стороны чехол, наместили пинпойнтер. Но сейчас вот, вот это приспособление нехитрое, позволит избежать потери, выпадения пинпойнтера. Потому что, все равно, в основном, ходим мы по лесам, в общем-то, и там можно его, в общем-то, или забыть, или потерять. Все, на сегодня все, други мои. Спасибо всем тем, кто смотрел мой канал. Будьте счастливыми, свободными. Всего вам самого доброго. Пока-пока. До новых встреч.